МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр пришел к Нине ремонтировать пылесос. Нина вызывала его третий раз за месяц. И Александр недоумевал, почему исправная техника так часто ломается. Работать. Александр Городецкий, 40 лет, мастер по ремонту бытовой техники. Женат. Просто беда с ним какая-то. Александр, вы не составите мне компанию? Нина Михайлюк, 37 лет, сотрудник регистратуры в Центре планирования семьи. Не замужем. Извините, но я не пью. А у меня сегодня день рождения. О! Друзья могут приехать только в выходные. Я сегодня осталась одна. Подумала, что, может быть... Я вас поздравляю. Но я действительно не употребляю алкоголь. Извините. Это хорошо. Просто замечательно. Тогда у меня к вам другая просьба. Да. Я прошу вас стать отцом моего ребенка. Что? А, вы так шутите, да? Да нет, я не шучу. Я вам серьезно предлагаю. Я вам даже заплатить могу за эту услугу. Деньги у меня есть. Какие деньги? Я не понимаю, о чем вы. Извините, мне пора идти. Подождите. Подождите. Мне 37 лет. Мужа нет и не будет. Здоровья так себе. Если я не рожу в ближайший год, то о детях можно будет забыть совсем, и я останусь одна. Я хочу ребенка. Помогите мне, пожалуйста. Мне очень жаль. Но я женат, извините. Я ничем не смогу вам помочь. Мне пора идти. Извините. Для меня предложение Нины было неожиданным. Но согласитесь, не каждый день женщины просят о таком. Понятно, что просьба Нины для вас была неожиданной. Но ведь вы видели ее не первый раз. Нина, конечно, интересная женщина. Но ей нужен биологический отец ребенку. Ну, скажем, донор. И никаких отношений. Я вот отказался, я думаю, зря. Это был бы наш ребенок. А у вас с женой детей нет? Нет, у нас не может быть детей. Вот такая вот у нас в семье беда. А я так хотел сына или дочку. Но если у вас с женой нет детей, то почему Нина уверена, что от вас сможет родить ребенка? Ну, она изучила мою медицинскую карту, видимо, вдоль и поперек. Мы там с ней познакомились в центре планирования, когда обследовались. Что ж такое? Что такое? Какое это? Здравствуйте. Здравствуйте. Я к гинекологу по записи. Ирина Городецкая. 38 лет. Домохозяйка. Жена Александра. Принимает? 315-й, пожалуйста. Угу. Городецкая, так. Пожалуйста. Сломался? Да вот, гудков что-то нет. Вы позволите? Пожалуйста. Скажите, а врачи у вас здесь хорошие? Врачи у нас отличные. А вы так за жену переживаете, да? И за жену, и за себя тоже. Мы ребенка хотим. А у нас не получается пока. Бывает. А вы бы тоже к врачу сходили, а далее-то сдали. Вполне возможно, что дело не в жене, а в вас. Да я уже обследовался. Все в порядке. Вот, возьмите. Работает. Ой, правда, гудит. Спасибо. Понимаете, мы узнали, что моя жена не может иметь детей. Что у нее бесплодие. Нина, видимо, об этом тоже узнала. Я ей оставил телефон, ну так на всякий случай. Она позвонила мне. Я приехал к ней починить пылесос. Она еще тогда задавала массу странных вопросов. Каких вопросов? Ну, про семью мою. Про маму, про отца, чем они болели, когда умерли. Мне это показалось все очень странным. Но я думал, любопытничает. Она, видимо, подбирала отца своему ребенку. Это был мой, наверное, последний шанс. А вы с женой не думали усыновить ребенка? Нет. Лучше уж совсем без детей, чем воспитывать чужих. А у Нины был бы мой ребенок. Я понимаю, что как только вы узнали, что у вас с женой не будет детей, вы захотели ребенка любой ценой. Но вам не кажется, что это будет непорядочно по отношению к вашей жене? И как вы потом продолжите жить с ней? Слова психоаналитика не убедили Александра. Желание иметь ребенка было непреодолимым, и Александр пришел к Нине. А цветы-то зачем? У нас не свидание. И мы договорились, никаких отношений. Цветы домой жене унесете. Может, чай с конфетами попьем, а? Да и все обсудим. Да, нам с вами надо договор обсудить. А какой договор? Ну, что я к вам никаких претензий не имею, алиментов мне от вас не надо никаких. И что в графе отец потом я прочерк поставлю. Ах, да, вот я тут его набросала. Ну, может быть, вы от себя какие-то пункты добавить хотите? Я бы хотел с ребенком иногда видеться. Так можно? Хорошо, я составлю двух экземпляров. Ну, а теперь, если мы обо всем договорились, все решили, то... Александр был смущен холодностью и официальным тоном Нины. Но он понял, что так Нина сама пытается скрыть свое смущение. Ниночка, все будет хорошо. Извините, пожалуйста, что-то нашло на меня. Сама не знаю. А ты почему так поздно? С цветами? Это по какому поводу? Что, я не могу жене цветов купить? Ты же сама жаловалась, что тебе грустно. Вот я и решил тебя порадовать. Ну, нет, просто ты мне цветы даришь только на 8 марта и на день рождения, все. Что? Ну, ладно. Ешь. А то три раза уже разогревала. А чего тебе духами так пахнет? Женскими. Ты где был? Где-где? У клиентки. Пылесос чинил. А, ну ясно. Там вся квартира этими духами провоняла. Ешь, давай. Через три недели Нина позвонила Александру и сказала, что им нужно срочно увидеться. Привет. Что это? Подарок. Ты же денег оказался взять. Но я тебе очень, очень благодарна. Нин, ты что, уже? Я беременна. С первого раза все получилось. Удивительно просто. И что теперь? Ничего. Спасибо тебе большое. И больше не надо теперь ко мне приходить. Как? Ну, это ведь и мой ребенок тоже. А если что-то надо помочь или... Мы обо всем договорились. Ребенок только мой. Спасибо тебе большое. Извини, мне надо работать. Холодность и категоричность Нины обидели Александра. Теперь он хотел поскорее забыть об этой истории. Ты чего? Слушай, может все-таки усыновим ребенка? Ты же всегда был против. Не знаю. Я подумал, что это лучше, чем совсем без детей. И это не страшно, что не родной ребенок. Мы его любить будем. Какой ты у меня замечательный. Прошло семь месяцев. Все это время Александр не виделся с Ниной и ничего не знал про нее. Я собрала все документы на усыновление. Там есть несколько кандидатур. Мальчик и девочка. Можно поехать посмотреть. Правда, они уже большие. Три-четыре года. Я хотела совсем маленького. Саш, тебе неинтересно. От сотрудницы Центра планирования семьи Нины Александр получил неожиданное предложение стать отцом ее ребенка. Нина обещала, что будет воспитывать малыша сама. Жена Александра и Ирина не могла иметь детей. И он согласился. А встретив через семь месяцев беременную Нину, вдруг осознал, что эта чужая женщина вскоре родит его ребенка. Ира, а может, мы поторопились? Надо еще подумать, обсудить. Я столько собрала этих документов. Я так хотела... Александр понимал, что очень расстроил жену своим отказом от усыновления. Но увидев беременную Нину, он вновь остро осознал, как хочет именно своего ребенка. Александр еле дождался следующего дня, чтобы прийти к Нине на работу. Я так и знала, что после вчерашнего ты обязательно придешь. Что ты хотел? Нина, я тебе звонил, ты трубку не берешь. Номер сменила. Нина, это, между прочим, и мой ребенок тоже. Ты же обещала, что я могу навещать его, когда захочу, и общаться с ним. Но ребенка-то еще нет. Кто ты? Мальчик или девочка? Мальчик. Можно потрогать? Ой, он толкается. Нина, слушай, какое это чудо. Это наш сын. Нет никакого, наш. Это мой ребенок. И тебе не надо больше сюда приходить. Извини, мне надо работать. Нина! Я когда почувствовал, как он толкается, во мне все перевернулось. И я просто понял, это ведь мой сын, мой. А мне кажется, Нина и тогда и теперь недвусмысленно дала понять вам, что это ее сын и только ее. Да, договаривались. Но тогда ребенка не было, а сейчас есть. И что будет дальше? Ведь мальчику нужен отец. И вы решили быть отцом этому ребенку. Пока это не получается, не напротив. Но я стараюсь ее переубедить. Ведь она сама не захочет, чтобы ребенок был чем-то обделен. То есть вы готовы обманывать жену, женщину, которую вы любите или любили когда-то? Может быть, она имеет право знать о ваших планах? У нас с Ниной никаких отношений нет. Мы абсолютно чужие люди. У нас просто ребенок общий. Но я думаю, что ваша жена, как и любая другая женщина, не сможет разделить с вами радость по этому поводу. Да и общаться с ребенком, если Нина будет против, вы не сможете. Настаивая на своем отцовстве, вы можете больше потерять, чем обрести. Несмотря на отказ Нины, Александр искал повод как-то наладить с ней отношения. Он хотел принимать участие в судьбе своего ребенка. Я же просила не приходить. Нин, я фрукты принес, витамины. Спасибо, у меня все есть. Нин, пожалуйста, не прогоняй меня. Я все равно от тебя не отстану. Нин, может, ты меня все-таки пропустишь? Ну, стыдно, ведь соседи услышат. Ну, хорошо. Проходи. Ну, зачем ты это? Нина, я ничего не хочу делать тебе плохого. Я хочу тебе помочь. А когда наш сын родится, я хочу с ним общаться. Не хотела я всего этого. Я все рассчитала. Я справлюсь с этим сама. Я же знаю, ты женат. Ну, при чем тут моя жена, Нина? А я? А если я привыкну к тебе? Начну рассчитывать на твою помощь. А потом тебе все надоест. Ну, как ты такое можешь говорить? Как мне может все надоест? Это ведь мой сын. Я о нем всегда мечтал. Я хочу видеться, с ним и общаться. Александр стал часто бывать у Нины и помогать ей. Ну, что? Что врач сказал? Сказал, анализы плохие. Сердце плохо развивается. Скажи, а у тебя в семье никаких заболеваний нет, о которых ты мне ничего не говорил? Да нет, вроде. Все будет хорошо. Скоро появится наш малыш и увидит своих папу и маму. И будет расти здоровым и сильным. Ты зайдешь ко мне? Нам кроватку привезли. Я думала, папочка поможет нам собрать. Сегодня не могу. Мы с женой собираемся в театр. Она билеты еще месяц назад купила. Ах. Ну, ладно. Я, в общем-то, так и думала. Сама справлюсь. Нина. Хорошо, помогу, конечно. Я сейчас позвоню жене и скажу, что занят. Чтобы она в театр пошла с подругой. Сам решил. Я тебя не уговариваю. Конечно, сам. Вера, ты почему не спишь? Поздно уже. Нам нужно поговорить. Я все знаю. Что, все знаю? Ты меня изменяешь. С чего ты взяла? Ну, конечно. Тут все понятно. Ходишь, пропахавись чужими духами. Где ты был сегодня? Где ты пропадаешь все вечера? Ты сегодня не пошел со мной в театр. А я как дура покупала эти билеты в театр. Ира, я работаю. Да? Работаешь. Тебя видели сегодня с женщиной, как ты обнимался. Подруга сказала. Это не то, что ты подумала, Ира. А что, 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 что? Что? Объясни мне, пожалуйста. Пускай тебе объясняет тот, кто сказал это тебе. Твоя подруга, наверное, лучше знает. Привет. Привет. Парк, пойдем? Давай тут погуляем, а? Я ненадолго. Моя жена что-то подозревает. Ну, иди давно к жене. Раз тебе ни я, ни наш сын не нужен. Ну, что ты такое говоришь? Нина. Вы мне нужны. И вам надо дышать свежим воздухом. Ладно, правда, пойдем в парк. Саша! Здравствуйте. Здравствуйте. Это твой ребенок? Да, Ира. Я все объясню. Что? Что? Что ты мне хочешь объяснить? А я говорила, что не надо было всего этого. Что жена все равно все узнает. Нельзя всех обманывать, понимаешь? Нина, что ты говоришь? Чем я-то тебя обманывал? Как это чем? Заботой своей, добротой. Приучал меня к себе. Ухаживал. А жил все равно с женой. Ой, ой. Нина! Нина, тебе нельзя волноваться. Пошли домой. Саша. Ой, ты куда? Ира, Ира, пожалуйста. Видишь, человеку плохо. Я дома тебе все объясню. Все. Домой можешь не возвращаться. Александр надеялся, что дома расскажет жене всю правду о своих отношениях с Ниной. Но вернулся домой он только на следующее утро. Все. Забирай свои вещи и уходи. Ира, выслушай меня. Я не хочу тебя слушать. Все. Ты нужен этой женщине. Ты будешь там счастлив. У вас будет ребенок. У нас с Ниной нет никаких отношений. Ну, конечно. У вас нет никаких отношений. Поэтому ты сегодня не пришел ночевать домой, да? Саша. Ты ее любишь? Не знаю. Нет, наверное. Ира, да я тебя люблю. Да ну все, ну хватит. Ну, не надо. Все, хватит. Хватит. Я не верю тебе. Уходи. Александр получил от Нины неожиданные предложения. Она просила сделать ей ребенка. Нина обещала, что малыша будет воспитывать сама. Жена Александра, Ирина, не могла иметь детей. И он согласился. Но уговорил Нину разрешить участвовать в воспитании ребенка. Помогая беременной Нине, Александр начал жить на две семьи. Правду не удалось скрыть от жены. Ирина выгнала Александра из дома. После того, как меня выгнала жена, я у Нины теперь живу. То есть с Ниной у вас теперь семья? И да, и нет. Я не люблю Нину. Но когда еще встречались изредка, еще ничего. А жить вместе с ней очень тяжело. И зря я, наверное, нарушил тогда этот договор. Не надо было начинать. Вы уже нарушили. Причем дважды. Вы ведь обещали ей помогать. Я сыну обещал помогать. И от своих слов я не отказываюсь. Я буду помогать. Но я по жене скучаю. И получается, я виноват перед обеими женщинами? Получается. Но может быть, вы теперь еще раз все обдумаете. И не будете действовать по первому своему «я хочу». Александр понимал, что хочет вернуться к жене. Но не знал, как сказать об этом беременной Нине. Которая и без того плохо себя чувствовала. Нина, прости меня. За что? Не люблю я тебя. Получается, я тебя все время обманывал. Но не могу я жить с тобой. Я хочу вернуться к своей жене. Вот, значит, ты как заговорил, да? А я ведь знала, что ты нас бросишь. Да еще ребенок родиться не успел. Давай-давай, проваливай к своей жене. Да ребенок не пострадает. Я что, обещал, все исполню. Буду навещать его и буду с ним общаться. А вот и не будешь. Что? Ты договор подписывал, что отказываешься от всех практ на ребенка. Ты? Ты ему никто. И никакого сына у тебя нет и не будет. Нина! Нина, что? Что? Скорую, скорую. Скорую, быстро. На три недели раньше. Что? Алло. Отправив Нину в роддом, Александр вернулся домой. Он пытался попросить прощения у Ирины, но жена не хотела его слушать. Знаешь, конечно, это твоя квартира тоже, поэтому я тебя не могу выгнать. Но запомни, что между нами никаких отношений быть не может. Я все понял. Я люблю тебя. Я не могу без тебя. Я вернулся, чтобы быть с тобой. Да, алло. Да. Что надо привезти маме? Александру позвонили из роддома и сообщили, что роды у Нины были тяжелые. И поэтому малыш находится в реанимации. Родился мальчик. Сказали, что не важно себя, чувствуешь что-то не то. Поздравляю тебя, папаша. Уже четвертый день Александр пытался поговорить с Ниной, но она не отвечала на его звонки. Ежедневно он приносил передачи для Нины и ребенка и справлялся об их самочувствии. Ребенок находился в реанимации, а мама чувствовала себя нормально. Но в тот день Александру сообщили, что Нина выписалась. Ты почему не отвечаешь на мои звонки? Я ведь тоже волнуюсь. Что с ребенком? Чем он болен? Где он? Я оставила ребенка. Что? Как? Потому что он болен. Тяжело болен! Я не могу. Я не могу ухаживать за ребенком и знать, что он останется инвалидом. Как ты могла? Ты думаешь только о себе. Тебе хорошо говорить. Ты пришел, бросил фруктов и до свидания. Мне его выхаживать каждый день, понимаешь? Мне видеть, как он болеет и мучается каждый день я не могу. Я теперь понимаю, почему я не смог тебя полюбить. Эгоистичная дрянь. Эра, выслушай меня, пожалуйста. Я все сказала. Мне не нужно твоих оправданий, твоего вранья. Иди к своей Нине, к своему ребенку. Ребенок родился больным. У него большие проблемы с сердцем. Ему нужна операция. И может быть даже не одна. Нина отказалась от него, оставила его в роддоме. Что? Да вы со своей Ниной два сапога пара. Натешились. Ребенок больной родился, она бросила. А ты? Ну не бросал я его. Это ведь мой сын. Я его никогда не брошу. А ты? Ира, пожалуйста, помоги. Прости меня. Саш, я не знаю. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь тебя простить. Но ребенка бросить я не позволю. Никогда не. Слышишь? Все, все. Надо... Надо все быстро оформить. Он же маленький. Саша, он там один. Александру и Ирине разрешили усыновить ребенка. Их предупредили, что мальчику понадобится серьезное лечение. Но родители были готовы бороться за здоровье своего сына. Ну, какой ты любопытный. Ребенка простудишь. Не простужу. Дай понесу. Очень часто человек совершает поступок, не думая о последствиях и о цене, которую он заплатит за него. Но вы наверняка согласитесь, что в большинстве случаев импульсивные поступки на авось много неприятностей принесли ни одному человеку. Как, например, Александру, герою нашей истории, который не только не подумал, как будет жить, зная, что где-то растет его сын, но и причинил много боли любимой жене. Пережив эту ситуацию, Александр осознал, что сиюминутные решения не всегда единственные верные. И он стал понимать, что ответственность главная мерила поступков.